Продолжение следует... У предприятий сейчас появляется вторая возможность увеличить свое производство за счет того, что продукция, выпускаемая предприятием, стала конкурентно способна по сравнению с импортными аналогами. Связано это в связи с тем, что предприятие работает по программе импортозамещения и тем, что предприятие сегодня не только занимается производством, но и занимается еще и лесопользованием на территории Тульской области. Средняя зарплата по области у нас сейчас 26,5 тысяч рублей, поэтому мы надеемся, что предприятие тоже будет ориентироваться на среднюю зарплату по региону. И возможности, которые у предприятия открываются, это не только возможности для собственников увеличить свой доход, но и в том числе, и в первую голову, это увеличить зарплату для своих сотрудников, чтобы люди были больше привязаны к своему предприятию. А территория парка сколько у вас? Площадь около двух гектаров. Сколько? Около двух. Около двух гектаров, да. Это основная центральная часть, здесь у нас проходят мероприятия. Рядом стадион у нас находится и, в принципе, рядом фок. У нас получается такой комплекс... А освещения не было, да? А освещения не было, да. В следующем году обязательно будут выполнены от работы. Итак, спасибо вам за площадку, очень много детей. Хорошо, просмотру. В прошлом году, в мае месяце, начали возводить конструкции. Ну, благоустройство-то, а сейчас... Да, да, уже копаем. Я думаю, асфальт я уже увожу в этом месяце все. Благоустройство успею, а внутри начнем... Ну, надо деревья посадить, благоустройство... Все сделаем, и газон, и все будет. У меня была бы просьба к вам помочь нашему городу в приобретении хоккейной площадки. Почему нельзя это сделать на том месте, где мы только что сегодня были? Ну, мистер, я так понимаю, что... Не, ну, мало ли что... Не, я понял. А почему-то в 16-м? Ну, в этом году я не успею физически. А почему это не успею? Ну, там надо асфальт постелить и... Ну, и делают сейчас. У тебя и так сроки все просрочены, а вот пускай он и делает. Хорошо. Значит, определите место, наверное, с форумом, и, соответственно, откройте вместе и площадку, и форум, и благоустройство, в том числе вдоль дороги, и будет все в одном месте. Проработаю вопрос. Срок до декабря 2015 года. Чтобы зимой уже залил. У нас дом сейчас горел в 2011 году, и до сих пор мы жилья так и не получили. Хотя у нас уже решение суда есть, год уже целый, как в исполнении должен быть. И до сих пор мы жилья не имеем. Хотя я многодетная мама, у меня четверо детей. У нас нет жилья в Веневе, да? Только ИЖС, да? Так, Азыкова-то у нас здесь? Где Азыкова? Значит, Наталья Сергеевна, берешь на контроль и будем сопровождать. Наталья Сергеевна, позанимаемся. То есть формально, вот я ничего даже сказать не могу, потому что формально он исполнил все требования закона, деньги заложил, конкурс объявил, но никто из веневцев продавать не хотел. Но надо просто посмотреть, проанализировать решение суда. Может быть, есть возможность купить не в Веневе, а в Туле, но в Туле поедете, нет? Мы были на очистных сооружениях города Венева, а не в жутком состоянии, в аварийном. Есть ли хоть какая-то перспектива ремонта этих очистных сооружений? Потому что из Веневки все течет в осетр. Купаться там невозможно. Владимир Сергеевич, на сегодняшний момент проектной документации нет. Давайте мы просто посмотрим проектной документации и предложим жителям чрезнародный бюджет отремонтировать. Ну вот, особенно, вот женщина, я не помню, как вас зовут. Коноварова Елена Викторовна. Елена Викторовна. Попросим Елену Викторовну, чтобы она так же... Мы даже дадим ей машину, чтобы она не пошла в 12 деревень, а объехала 112 деревень и помогла собрать деньги на народный бюджет в рамках ремонта очистных сооружений города Венев. Я не возражаю. Поэтому, мне кажется... Я предлагаю, чтобы начать делать... У нас для этого есть проект народный бюджет. Это там, где мы вместе с жителями по 3 копейки скидываемся и делаем. Вот в этом году у нас 535 проектов. На следующий больше тысячи проектов мы планируем.